приветствую бойцы как узелак как настроение сегодня обзор на непрокаченную шарангу по стоку она 3 левел пушки также стоковый 1 левел пассивные модули поставил я крутые дорогие полностью прокаченные чтоб хоть как-то компенсировать недостающую прокачку вооружение и титана соответственно атакующих 3 модуля у нас дорогих полностью прокаченных плюс 27 по урону и пассивный модуль плюс 27 по защите напоминаю у нас разделяются пассивные модули за 100 платины за 200 платины прокачивать пассивные модули до 100 платины получать покупать абсолютно не надо копите платину из сундуков у ютубера выигрываете но в общем каким-либо способом добываете дорогие пассивные модули и именно их качаете если вы переживаете что титан может быть понерфлен данная позиция братухи или робот может или пушки могут быть понерфлены когда-то там то смело качайте пассивные модули всю платину сливаете туда на них время акции естественно и потом смело можете с понерфленного титана снимать пассивные модули ставить в нового титана и соответственно вы абсолютно ничем не рискуете ничто не теряете я что не припомню за всю историю игры воробос что пассивные модули хоть кто-то когда-то трогал ни на роботов ни на титанах их не нерфили и вроде как не планируют смело можете качать но конечно есть вероятность что и их могут понерфить так а у нас непосредственно титан шаранга сразу бросается в глаза что хпшки у нее как-то многовато да не прокачены 3 левел 495 но будем округлять 500 чтобы удобно было произносить 500 хп 500 тысяч хп на третьем левеле смотрим смотрим минуса полностью прокачанного полностью можете там это словом выделить у себя в голове жирным шрифтом полностью прокаченный минус капец сколько платины стоит 584 584 3 легкие слота вооружения понимаете у тебя шаранги 3 тяжелых у этого 3 легких ну наверно 3 тяжелых будет получше да ладно ауминг смотрим полностью прокаченный 400 2000 полностью прокаченный выделяете все жирным прижирным шрифтом даже смешно смотреть даже роботы у нас имеют хпшки больше чем ауминг на помойку ауминга прокачен полностью давайте обратимся к википедии у алексей из израиля как бы полного обилия титанов нет поэтому мы обратимся к информационным табличкам ну начнем 5 с минуса на третьем левеле то есть по стоку 390 тысяч не прокаченный минус имеет 390 тысяч прокачали его становится 600 примерно в два раза увеличивается ну ладно хорошо ауминг не прокачены 267 тысяч третий левел по стоку 267 тысяч прокачали стало 400 ну тоже примерно в два раза увеличится количество хп ну чуть поменьше не в два раза там в 1 и 7 на коэффициент далее идем артур по стоку 345 кит приятно удивляет 426 немножко догоняется рангу о шаранге напоминаю 500 без малого 500 и очень популярный титан но донс в настоящий момент разрывает все и вся это 362 тысячи хп то есть шаранга это заявка на успех или если рассматривать меня как хейтера игры воровоз то заявка на нерв да но тут пиксоники не правы я не хейтер я игре желаю только лучшего я просто говорю как она есть я я боюсь реально боюсь что шаранга может быть понеслина потому что хп прям дохрена смотришь гликмана он все убивает верденький шаранга все убивает шаранга всех валит шаранга всех топчет она всех унижает она доминирует ладно по способностям кто не знает первая способность это пронубительный астрал нажимаете на способность враг уходит в красный такой астрал не может стрелять и еще замедляется ну вот называется фас эксальт эксель эксель и соответственно применяете когда хок взлетает лучом смерти выжигает когда на вас нападает минус включает отражение урона нажимаете эту волшебную кнопку все отлично великолепно враг никаким образом вас повредить не сможет но еще замедляется и вторая способность упала это титан у титана исходящий урон увеличивается если правильно понимаю если написали в два раза в два раза увеличивается урон где полностью написаны полностью не написали на судя по роликам гликмана я слышал что он говорил в два раза если я правильно помню тут могу ошибаться то есть данный титан я не знаю как будто бы получается имеет 6 лотов вооружение когда вы нажимаете эту волшебную кнопку исходящий урон увеличивается очень сильно разрывает все и вся ну также по новостюшкам пробежимся не связанными с обзором на шарангу розыгрыш он адриано 100 орочи 100 диметра рекомендую естественно заполнять комментарий оставлять у орочи у мани и соответственно островинтянин раздает но не написал сколько раздает обычно ютуберы когда они пишут сколько раздают они роботов пушек это значит очень мало и чтобы не отпугнуть потенциальных подписчиков они это и не указывают скорее всего он раздает 5 края и 5 инсенераторов но это неважно в любом случае у всех этих ютуберов которые дружат с разработчиками нужно принимать участие в розыгрышах чтобы хоть какой-то мизерный шанс на получение нового контента иметь а новый контент как правило рулит вот фаерболы мне дико нравится просто бомбезная вещица всем рекомендую все полетели шарангу тестировать и так давайте перейдем теперь опять википедии и обращаем внимание на сколько увеличится урон предназначительно способность фу пауа на 40 процентов не в два раза то есть по факту ну как бы если привести аналогии у шаранги появляется четвертый альфа слот а теперь возвращаемся игре как раз у меня уже открыто мы жутко проигрываем давайте появимся безопасном месте первый раз играю на шаранге раньше не играл абсолютно издалека обрабатываем артуренчика на вооружении первого ловла красивая анимация понятно ничего пока впечатляющего я не наблюдаю от урона расстояние большой и пушки не прокачены разброс дичайший так отправляем не отправляется так хотя два отправим не отправляется расстояние большой я не могу отправить врагов в астрал вот сейчас враг отправился в астрал получается нам нужно еще посмотреть обязательно на ком расстоянии действуют пушки радиус действий весьма ограничен давайте вернемся обратно к википедии нашей и смотрим 500 метров почему-то у меня не отправлялся минус в астрал давайте выбираем дальнюю жертву нажимаем астрал не срабатывает обратите внимание иконка не горит 800 миров далеко выбираем давать 300 300 300 70 350 википедии ошибочка не 500 метров радиус 350 возможно и здесь также ошибочка ну ждем или на ролики кликма перескали гликмана пересматривать я что-то как-то в википедии получается можно и не верить почему вы написали что 500 не работает на 500 гликман гликман ну или в комментариях напишите что там гликман говорил хотя гликман тоже может ошибиться х а кому доверять википедия врет гликман врут надо все самому проверять так что пиксоники придется вам со мной сотрудничать или арту и он чеку там с каким-то другим ютубера потому что одному кликману наверно не стоит доверять нужно несколько точек зрения иметь могут лайк есть артуре он чеки киберсоник естественно же хатер вот дайте им пусть они проведут частный бой зайдут и проверить нажмут на кнопочку и скажут своим подписчикам сколько там конкретно в граммах увеличивается урон килограммах википедия врет гликману тоже особо доверять нельзя как он сказал чем там был не выспуешься как я тоже бедолага не спит устаёт бедолага ролики снимать до помните он сказал что у орочи да сейчас тебе разберем короче способность действует и на внешние пушки не только на ракетница с дот эффектом а еще на внешние пушки так димитра лечит титанин забрали мы ничего не можем поделать к сожалению но мы закончим понятно что этими роботами дам это будет быстренько потом опять я поиграю до появления шаранги бедолага сейчас я спасу если останется живых так я его спас поиграем до появления шаранги на шаранги я наверно быстро умру скорее всего потому что она не прокаченная но не факт постараюсь максимально эффективно не отыграть все понятно кончился бедолага этому эластен включил этот вернулся мы немножко с ним запутались ну вернее он запутался я ничего не запутался на все нормально я все под контролем что прыгает туда-сюда молодец красавчик и я остался наверно один так давайте шок еще подлечим нас двое двое против пятерых да не уходи ты в астрал счастье подлатаю немножко слегонца у меня пилот увеличивающий атаку атаку ну сейчас нам в атаку особо идти не надо но мы просто будем огрызаться отстреливаться издалека накидываем накидываем на отходе кто не знает можно на крио пушках на огнеметах отступать стрелять ты не будешь получать повреждения враг будет получать повреждения если него такое же вооружение которое долго летит до цели смотрим итоговую табличку ну понятно здесь не только шаранга будет но 4 ляма все отлично полетели дальше так продолжаем испытывать шарангу уже пол боя прошло я все эти пол боя играл на одном роботе будет угадайте кто это это бочка на огнеметах прыгал по всей карте захватывал маячки сейчас издалека обрабатываем шелла его щиты должны ломаться от физ вооружения в два раза быстрее напоминаю но я его убил издалека все физ вооружение наносит повышенный урон по физ щитам так тут меня могут отключить и вот уже сейчас но ведь меня не отключил слишком далеко мне просто на пульсарах остановил к сожалению я его не могу отправить принудительный астрал потому что он работает только вблизи так я здесь вышел у меня могут в бочину накидывать я по идее еще там воевать не могу да он будет менять а вот плюху будут менять углы обстрела стараться чтобы я не смог нормально спрятаться так нажимаем кнопку не работает не работает кнопочка отправить принудительный астрал лучше конечно было бы мне там появится но враги непонятно куда они будут таковать издалека тоже не могу по обрабатывать к сожалению стою здесь ничем не занимаюсь просто рассматриваю как мою команду убивают но мы немножко поэтому поработать 350 метров могу отправить принудительный астрал возможно было сделать 500 хреново знает вот стою ничего не делаю ну пусть попадает на обложку стою ничего не делают что может быть и такое возьмете шарангу и ничего делать не будете так немножко сыграть его расстояние он на бот разрывает расстояние летает веселятся все люди а я боюсь нос высунуть из-за укрытия о побежал потому что меня сейчас тайфун на пульсарах нас вы сейчас останет минуса застанил сейчас применю свою способность плюх будет приметь плюх не он наступает наши враги футона наши отдали респ продавили враги я пойду в атаку тогда отключил мне все что можно нельзя раз нас тут уже много на левом фланге пойду-ка я в атаку понятно не попадаю но заинтересовался минус им нужно срочно уходить я в себя усилил атаку немножко грызаюсь но пульсары меня остановили минус меня забрал вот так и отлично поиграл на шаранге все великолепно пусть попадает на взор а я пойду захватывать а давайте не буду отключать запись здравствуйте вы чё воруете маячки вы чё мою шарангу поубивали но если я появился на правом фланге то бы был бы был бы интереснее по крайней мере тут и просто взял и сдох почему урон не проходит еще по счетам те работы наконец-то его работал да скорее всего угол обзор угол обстрела я не такой выбрал и тупо работал по его щитам так от фаербойл его по полной так он по мне попадается шелест к сожалению своей верхней пушкой я должен туда и влево вправо мансить давайте разряжаем обойму от фаербола понятно тоже ласт энд не включил негодяй взлетаем проклинаем по моему моя команда собирается бой отдать печально ласт энд я ему включил приземляются на маячок и сейчас наверное мы его сможем забрать тем более вижу романа спешит на помощь мне да федоры сейчас очень живучий стали за счет своих счетов так большие проблемы на правом фланге ну давайте я от кока избавлюсь а понятно понятно рец в другом месте да к сожалению тайфун бегут он веселиться все нормально меня станил минуса моего стану моего коллегу отличный саппорт получается ну и дома дамажут пульсары неплохо ну еще видите такие подставы делают от фаерболе немного медузу по полоске мы проигрываем и сейчас скорее всего у нас захватят центр все к этому идет как у нас захватят центр то все пиши пропала наша полоска будет неимоверно быстро гореть советую тоже немножко с фаерболем взлетаем медуза скорее всего меня прокляло вражеская который находится там на центральном маячке но у меня был антиконтрол центральный маячок как я и предполагал мы отдали именно потому что команда долбодят лам ничего не меняется 20 секунд ну давайте сейчас сейчас немножко продамажим и тупо не успею я ничего поделать просто нанесу дамаг серебришка по заработаю и все отлично все бой заканчивается давайте посмотрим итогу табличку что там будет интересно элитный элитные бои у нас происходят 2 элитный бой но все бились как тигрины и львы три минуты боя прошло бочку потратил берем шарангу превосходство на на верхонькой карте но пошли пошли еще вроде бы никто о бочка наша улетела бедолага еще вроде бы никто не вывел титана я буду первым ну за ему укрытие какое-то давайте посмотрим кстати говоря где может шаранга занимать укрытие но шаранга это как большая фура так за бочками вроде не очень хорошо получается отправляем принудительный астрал на расстоянии 350 миров работает напоминаю фалкона включаем повышение атаки на 40 секунд вроде бы ой на 40 процентов вроде бы если википедия верно но нужно все перепроверять причем за всеми и за википедией за грекманом так этого быстренько отправляем не в ангар потому что у него ласт энд имеется так у меня уже способность отказалась если будет опасность опасность ну пока я думаю фенерирует не представляет опасность отправляем его в астрал если будет опасность кто-то какой-то робот представляет сразу отправляем его в астрал благо способность кдш ну довольно таки быстро меньше 15 секунд как я понял так будем работать только от укрытия благо карта небольшая не то что приду на предыдущем эпизоде где тупо не знал чем поделать меда издалека не мог ни по кому вести огонь а есть расстояние 300 метров до чуть больше ну нормально не прокачаны дар большие нормально впадают разброс имеется но ничего пойдет зато я живой живую невредимый обрабатываем обрабатываем бочку если нам нужно интересуется буду дальше отступать или применять принудительный астрал от пана и вам добрый день 400 метров не могу отправить его кнопка не работает а я я я я я ой 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 блин да пол титана мне сожрали к сожалению так отступаем еще дальше активируем повышен урон включили ему ласт эндик так опасно опасно разработчики возможно надо было оставить 500 метров уши рангия я боюсь выходить из укрытия бах-тарак повышаем атаку атака возросла но финны и такой прокачанный жирники еще пушки менее прокачены отправляемого в астрал финрира чтобы наших николаш матил и давайте пообрабатывать но я на дробляках работаю на вооружении средней дистанции до издалека работу не снайперский конечно вид но и не вооружение ближнего боя и лично я использую его издалека вооружение поддержки вооружение средней дистанции опана опять блин и опять я ничего не могу поделать я застанет еще скорпион ну все рубили меня вот он шаранга не прокаченная ничего не можешь поделать особо так весьма сордаческий робот так так за счет того что дробаши мощные повышение атаки но она там кого-то там поубивала выйдешь из-за укрытия тебя сожрут махом тоже способность работает только на 350 метров отправить врага в астрал ну в тандем естественно если у вас есть диметров поддержки и медуза ну шарангам шарангу вовремя будут прикрывать сделал заявку своим сокла носом на голос и желательно с говоришь им меня бьют срочно ко мне все ну тебя начинают ремонтировать медузы телепортироваться димитры и соответственно поте тебя не заберут так врагов вроде бы как что-то растерзали что-то не какие-то неактивные вяленькие учет такие вяленькие спят враги спящие к гликман спят так забегаем под щит фенриру а он тоже спит чё к гликман спящий фенрир ну давайте заберем давайте спрячемся за фенриру чтобы была линия между титаном и фенриру что меня никола шматили так 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 я хочу жить еще молодой давайте вот сюда запрыгнем я нахожусь под мингом винты где а он почему-то по не попадает а я его не могу взять в прицел так не честно много долгим 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 ну чё вот мы наглядно наблюдаем что враги долбодят вы понабрали титанов и маяки не захватывают но если вы видите что по маякам проседаете ну возможно резонно скинуть вашего титана или на титане полететь захватывать маячки ну ты режим такой режим с маяками кому нужна ваша дикая огневая мощь там вашего робота вашего титана если вы по маякам проигрываете на стреляете вы повышенное количество дамага но за проигрыш и насколько я понимаю если до сих пор работает раньше так работала если проигрыш ты получаешь меньше серебра серебрышка бой у нас закончился скорее всего просто сервачок данные не загрузил не показывать не хочет показывать по шаранге вы все поняли я думаю в соу от игровки будет плоховато а в командном режиме если есть деметры медузы будет просто великолепно на этом все пока